Капитальный ремонт в пятой гимназии в Хосте делали больше 10 лет назад, но школа неплохо сохранилась, а после косметического ремонта и вовсе засияла свежими красками. Фасад обновили, холлы и коридоры тоже. В кабинетах чистота и порядок. В некоторых новая мебель. Актовый спортивный зал бригады маляров тоже не обошлись стороной. Косметический ремонт коснулся практически всех помещений гимназии. За летний период мы отремонтировали этажи нашей гимназии с первого по четвертый этаж, привели в порядок все учебные кабинеты, 14 из которых сделали фактически капитальный ремонт. Когда все уже отремонтировано и покрашено, следующий этап – уборка. Наводить порядок помогают педагоги, родители и сами школьники, вооружившись швабрами и тряпками, граблями и лопатами. Сегодня, например, дети работали в школьном полисаднике, где летом высадили новые растения. Нет, не трудно, даже приятно. 1 сентября придут новые ученики, первоклассники, и очень красиво здесь все выглядит. В третьем лицее, что по соседству, ремонтные работы на финишной прямой. Здесь также все обновлено и покрашено. В спортивном зале заканчивают наносить разметку. В кабинетах протирают пыль и моют окна. В учительской приводят в порядок документы. В библиотеке принимают и комплектуют учебную литературу. Словом, работа кипит и уже почти все готово к приему школьников. В течение лета мы во многих кабинетах заменили освещение. Полностью во всех кабинетах мы освежили стены. И стены были покрашены во всех коридорах и холлах. Вообще, подготовка сочинских школ к 1 сентября – это работа большой команды. Персоналы учебных заведений, родители, школьников, администрации Сочи и шефов-меценатов, которые подключились к ремонту по просьбе главы города Анатолия Пахомова. Мы очень надеялись на помощь шефов. И помощь шефов пришла. Тоже очень хорошая сумма – порядка 30 миллионов. На эти деньги меняются кровли, делается водоотведение, ремонтируются санузлы. Все те вопросы, которые, к сожалению, невозможно решить оптимально быстро за муниципальные и краевой бюджеты. В этом году для 64 тысяч детей свои двери откроют 70 школ-курорта. Кстати, несмотря на то, что 1 сентября выпадает на субботу, День знаний решили не переносить. Праздничные линейки пройдут именно в этот день. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.